В Петербурге стало больше еще на одно место притяжения у выдуманных персонажей сказок лесных фей. Появилась своя долина, и все благодаря театру Небесные Бродяги. Волшебный мир сегодня погружается наш коллега Илья Шепченко. Илья, доброе утро! Доброе утро! Ой, сфея! Доброе утро, коллеги, еще раз, да, вы совершенно правы, я приветствую вас в долине феи. Вы можете видеть в моих руках, собственно, фею. Потрясающая волшебная атмосфера создана здесь вот такими замечательными экспонатами. Некоторые из которых даже можно взять себе в руки. Ну, а погружаемся мы в эту невероятную атмосферу вместе с Ильей Лошаковым, художественным руководителем Театра Небесные Бродяги. Илья, доброе утро! Доброе утро! Ну, правильно ли я понимаю, что под феями вы подразумеваете не совсем то, что мы привыкли подразумевать? Это не только сплошь приятные существа с крылышками за спиной. Все верно. Вся долина феи у нас основана на мифологии разных народов мира, в том числе России. И разные маленькие существа могут быть феями. Почему именно долина феи? Потому что у большинства людей, когда ты говоришь фею, у них сразу представляется маленькое существо с крылышками. Это легче им объяснить. Когда они приходят сюда, мы уже больше им рассказываем про мифологию, про артефакты, которые связаны с феями. Так, вы видите, у нас здесь есть двери. Да, потрясающая дверь. Расскажите, куда же она ведет наверняка в волшебный мир. Да, у нас вся долина феи состоит из маленьких дверей, больших дверей, которые ведут разные порталы. Это самая большая наша дверь. Здесь можно увидеть феи. У нас есть феи грибов, феи цветов. На нашей территории растут живые грибы. Когда люди приходят, мы просим быть осторожны, потому что здесь живут и улитки. И, в принципе, весь проект сделан так, чтобы люди берегли природу и оберегали землю, в которой они ходят. Я предлагаю перейти к следующему атрибуту. Я знаю, это как и дверь, это тоже часть мифологии, причем самая общая. Расскажите о нем, пожалуйста. Да, лабиринт у разных народов мира, считается тоже порталом в другие миры. Здесь у нас есть такой небольшой маленький лабиринтик, в котором уже живет фея. И сейчас будет жить еще одна. Будет сидеть, не будет сидеть. Ну, потому что вы не превратились еще в феи, поэтому... Давайте приколуем вот так. Да, у нас есть там дальше круг, который сможет превратиться в фея. Вот, вот так. Да, и у нас таки есть небольшие лабиринты, есть маленькие, большие. Здесь вот уже сидит фея, это фея грибов. У нас есть художница Алена Цветкова, которая рисует разных существ, которые будут тут жить. И в сентябре мы сделаем из них спектакль такой, мы оживим их. Также у нас здесь иногда появляются настоящие феи. К нам приходят дети со взрослым, с крылышками феи и посещают здесь нашу долину. И в продолжение темы лабиринтов, мифологических постройок, если можно так выразиться, конструкции, здесь же мы видим нечто похожее. Но из грибов, какую роль грибы играли в мифологии, расскажите. Есть два варианта. Первый это эльфийский круг или ведьмский круг. По поверьям, что если зайти в этот круг, можно стать феей или увидеть фею. И мы каждому посетителю предлагаем пройти три раза, зайти в круг и стать феей. Также у нас есть здесь колодец, который можно посмотреть, и ты увидишь там фею. И много-много разных таких интерактивных предметов, которые связаны с феей, которые мы и придумали. Потрясающе. Ну и я знаю, что Долина Фея это не просто красивая локация, в которую можно погрузиться в магический мир, но и экологический проект. Расскажите, как это выражено? Да, все верно. Мы просим людей записываться к нам на экскурсию. Мы рассказываем про растения, которые здесь находятся, про деревья. Самое главное, мы делаем разную атрибутику в Долине Феи и то, что здесь есть. Палочки, ветки, камни. Также мы будем собирать здесь мусор в течение месяца и показывать, сколько попадает сюда мусора, куда можно его деть на переработку. А также феи сделают из этого свои домики. И самый главный будет наш здесь злодей, это Борщевик, про который мы будем рассказывать. Это будет Борщевик. И на протяжении, вот до конца сентября у нас появятся два спектакля. Два эко-спектакля. Один кукольный, это Дорина Фестик, персонажи, которые нам рисует Алена Цветкова. Они тут появляются, скоро начнутся. И большой уличный спектакль, тоже связанный с феями. Илья, большое спасибо за это погружение в волшебный мир. Мне кажется, Борщевик-злодей это потрясающая идея, особенно для наших широт. Друзья, ну вот такой замечательный садик, мини-сад открылся в Петербурге. Посетить его можно только по предварительной записи, полюбоваться сочетанием рукотворного и природного. Ну а, кстати, о природе. Одна из самых важных природных жемчужин в нашем городе, это, конечно, ботанический сад Петра Великого на Аптекарском острове. Как же там ухаживают за экзотическими растениями, узнаем прямо сейчас наш сюжет. Сейчас в эфире об этом, о профессии агронома.